Здравствуйте, мои друзья! Вам за знаниями пора. Отгадайте загадку. Разукрасит листья в разные цвета, курточку, сапожки надевать пора. Собирает листья дворник во дворе. Какое название этой золотой паре? Догадались? Это осень. Сегодня вы узнаете, какие изменения происходят в неживой природе осенью. Рассмотрите картинки. Как вы думаете, какой объект лишний? Поставьте на паузу. Лишний одуванчик. Посуда, машина, стул. Объекты труда человека. Какой объект природы из нижнего ряда может дополнить верхний ряд? Бабочка. В верхнем ряду объекты живой природы. Солнце относится к неживой природе. Все объекты живой природы растут, питаются, дышат, оставляют потомство. Живая и неживая природа связаны между собой. Всему живому для жизни нужны солнце, воздух и вода. Солнце – источник тепла и света для всего живого на земле. На этих картинках вы видите одну и ту же местность, одних и тех же людей, в разное время года. Определите, на какой картинке изображено лето, а на какой – осень. На верхней картинке изображено лето, на нижней – осень. По каким признакам вы смогли это определить? Солнце находится ниже над землей. Видно, что на улице стало холоднее. Дети и взрослые одеты в теплую одежду. Пожелтели и опадают листья. Подумайте, почему осенью становится холоднее? Поставьте на паузу. Осенью солнце над землей поднимается не так высоко, как летом. Дни становятся короче, земля получает меньше тепла, воздух становится холоднее, охлаждается вода и почва. Какие осенние месяцы вы знаете? Первый месяц осени – сентябрь, второй – октябрь, третий – ноябрь. 22 сентября – день осеннего равноденствия. В этот период день и ночь равны. Затем ночи становятся длиннее дня. Начинается настоящая осень. Погода осенью переменчива. Давайте отгадаем загадки и вспомним осеннее явление. Он холодный, проливной, по пятам бежит за мной. Убегаю, только хуже, потому что всюду лужи. Догадались? Это дождь. Осенью дожди мелкие, затяжные, моросящие, холодные. Молоко над речкой плыло, ничего не видно было. Растворилось молоко, видно стало далеко. Туман. Подумайте, что вы знаете о тумане? Поставьте на паузу. Осенью на улице холодно. Из-за частых дождей воздух влажный. Вечером становится еще холоднее. От холода водяной пар в воздухе превращается в мельчайшие капельки воды. Они так малы, что не падают на землю, а висят в воздухе. Так образуется туман. Туманы бывают не только осенью, но и летом, и весной. Но больше всего туманов наблюдается осенью. Самый туманный месяц года – ноябрь. Что осенью можно увидеть на лужах, холодной траве? Утром лужи покрываются тонкой корочкой льда. Можно наблюдать беловатый налет на почве, камнях, траве. Это иней. С чем это связано? Появление льда на лужах, иней на траве – это приметы заморозков осенью. Все эти изменения в неживой природе связаны с тем, что осенью солнце над землей поднимается не так высоко, как летом. Дни становятся короче. Земля получает меньше тепла, воздух становится холоднее. Давайте поиграем в игру «Светофор» и проверим наши знания. Я буду говорить утверждение. Если вы согласны, отвечаете «Да», мысленно закрашиваете круг зеленым цветом. Если не согласны, отвечаете «Нет», мысленно закрашиваете круг красным цветом. Начинаем! Земля получает осенью тепла больше, чем летом. осенью дни становятся длиннее. Осенью ночи становятся длиннее, а дни – короче. Осенью часто бывают туманы, затяжные дожди. Изменения в неживой природе осенью зависят от положения Солнца над землей. Наблюдайте внимательно за природой, и вы найдете ответы на многие вопросы. Желаю удачи! удачи на ссетям. с научной пр B, облег roхе, вringsзегу. Только война до lettuce, столяпы. Наблюденоicer, bec, narc ông, белый filho-